Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. Фрески – это когда пишут прямо по свежей штукатурке, по свежей, впитывающей образ основе, по свежей памяти, ибо память – источник всякого искусства. Поэтому фрески бывают не только в живописи. Как живописец наносит на холст красочное пятно или линию всегда по памяти, так композитор торопится зафиксировать в нотных знаках мелодию, которую удерживает в памяти. Так и писатель, являясь частью речи и языка, совершенно немыслим без памяти. И если говорить о литературе, то здесь фрески – это когда целое пишется частями, то здесь, то там. И писать надо стараться быстро, пока все живо. В этом уверен современный писатель Максим Яковлев, чья книга «Фрески» вышла в издательстве Сретенского монастыря. Ее мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Автор книги «Фрески» – короткие рассказы и стихотворения в прозе, писатель и публицист Максим Леонидович Яковлев. Он родился в 1955 году в Старой Москве на Солянке. «Там все мое дошкольное детство, – говорит автор, – самое памятное и во многом решающее. Сколько себя помню, всегда рисовал. Школа, училище, армия, производство – весь спектр художественного творчества. От монументальных росписей до экслибрисов и иллюстраций. От керамики и скульптуры до архитектурных игровых комплексов и оформления концертов. Потом случился период в жизни, когда рухнуло все, что имел, вплоть до крыши над головой. Начал с нуля. Тогда и стал писать». Наиболее известное произведение Максима Яковлева – повести «Ничего не бойся», «Пир», «Время дороги», а также исторический роман «Димитрий и Евдокия», признанный лучшим художественным произведением года второго открытого конкурса книжных изданий «Просвещение через книгу». Кроме того, писатель является постоянным автором журнала «Фома», где впервые и появился цикл его прозаических миниатюр «Фрески». По словам издателей, «Фрески» Максима Яковлева – это мгновенно и точно зафиксированные картинки из жизни. Среди них – лиричные зарисовки и притчи, философские раздумья и истории с детства, новеллы о братьях наших меньших и бытовые драмы, стоп-кадры и обрывки разговоров. Эти зарисовки просты, поэтичны и в то же время безгранично глубоки и философичны. В своих строках автор говорит о любви к людям и божьим тварям так, что щемит сердце и запоминается надолго. Именно любовь и объединяет все эти рассказы. Как отмечают издатели, всего в нескольких строках Максим Яковлев может рассказать о любви так пронзительно, что слова надолго остаются в сердце, вызывая благоговение, очищающее и побуждающее к осмыслению собственной жизни. В предисловии предыдущего издания «Фресок» отмечалось, что у автора чуткий слух. Он слышит шорох снегопада, шелест летних трав в поле и глухой стук яблонь в саду. И многие другие житейские звуки. А еще тишину. Вот как он сам пишет в рассказе «Рань». Пока стоит тишина. Первой проснется ворона, потом электричка, потом соседский петух, собаки, шоссе, семья за стенкой после загула и телевизор. Проснутся скрипы, топоты и другие житейские звуки, обязательно наливаемый шумом чайник и стук ведра. Последним просыпаюсь я. А за мною вся жизнь моя, которую я всюду с собой таскаю. А за ней молитва, дела, дела и все остальное, что мы сможем наговорить, натворить, заварить, расхлебать, полюбить, разлюбить, наломать. И, наконец, останется в темноте прожитая за день страна. Но пока еще стоит тишина. Пока еще спит тишина. Пока еще никто ничего не знает, не хочет, не замышляет. Пока еще нет греха. Нас покрывает милость, стоящего над нами Бога, делающего знак вороне, чтобы не каркнуло до срока. Нет на свете такого человека, который бы мог прожить жизнь без единой ошибки, как говорил Соломон. Ибо нет человека, который не грешил бы. С годами многие люди начинают мечтать о машине времени, которая перенесла бы их в свое детство или юность, чтобы исправить ошибки, принесшие боль близким. Вот и автор в одном из своих рассказов пишет о той несправедливости, с какой он относился к своей маленькой сестре. В книге мы читаем. «В детстве моей вечной обузой во дворе была сестра. Она была младше меня на четыре года. Как-то зимой она увязалась за мною с санками, но мне надо было убежать с ребятами по своим делам. И вот я, усадив ее в эти санки, безжалостно мотал их, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мной к моим приятелям. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек в заячьей шубке, перевязанный накрест шарфом, терпеливо пыхтя, вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки. И снова вставал весь в снегу, не смея заплакать. Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю с приятелями, добившись таки ее отчаянных слез и отказа идти со мной. Нет. Я бегу к ней, к своей сестренке, и целую ее, и отряхиваю ее от снега, и не нужны мне никакие ребята и никакие дела. Я прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу. Прости, прости меня, Юлька. Не плачь, я никуда не уйду. Я не брошу тебя. Так только в своих мыслях мы можем вернуться в прошлое, а то, что в нем произошло, уже не исправить. Но если те, кого мы обидели, еще живы, мы можем у них попросить прощения. Но и во взрослой жизни мы постоянно с кем-то ссоримся, обижаем или нас обижают. И примириться со своим обидчиком бывает очень сложно, даже если это твой самый близкий человек. Корень зла, конечно, в нас самих, но признать это не всегда получается. Поэтому восстановить мир иногда помогает чудо. О таком чуде и рассказывает автор в зарисовке «Сушки». Как легко, говорит автор, поругаться с женой из-за пустяка. Попробуй, примирись потом. Мы бредем лесом с прогулки, впереди притихший ребенок. Ранняя весна. Во врагах снег еще. Поднимаемся на взгорок, и тут нас встречает одинокий куст орешника, унизанный весь баранками, настоящими сушками с маком, висящими на тонких ветках. Мы стоим, не веря глазам. Место безлюдное. На сучке записка. Угощайтесь, люди добрые. Детский почерк, бумажка в клетку. Мы начинаем смеяться. Мы начинаем прыгать вокруг куста. Мы не находим слов. Кто тебя придумал? Чудо! Мы съели тогда с великим удовольствием лишь несколько сушек, чтобы и другие могли разделить с нами этот безымянный маленький дар любви. Вот такие теплые, наполненные любовью, фрески Максима Яковлева. В этой книге, впервые выпущенной в свет в 2004 году, вы найдете мгновенные и точные зарисовки о жизни и любви, трогательные истории и запоминающиеся образы, философское и поэтическое осмысление окружающей нас действительности. В этих рассказах есть встречи и расставания, маленькие трагедии и тихие радости. Все то, чем наполнена наша повседневная жизнь. В этих фресках читатели смогут узнать себя, и тогда камерные рассказы автора станут одним из тех побуждающих факторов, которые ведут к осмыслению собственной жизни. Книга адресована широкому кругу читателей. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok